вчера ездили ставили машину на учет номера получали и вот такой номер мне выдали там 750 как думаешь там есть 750 давай посмотрим о ну-ка 750 не врут выдержанный рислинг кубань вино сухой пошли пробовать где моя борода ну так получилось итак рислинг кубань вино вино с защищенным географическим указанием кубань выдержанная сухой белый высокий берег риса происхождение винограда анапский район год урожая 18 рислинг хрейнский дальше очень интересно написано произведено в контакте с дубом это как произведено в контакте с дубом что значит произведено в контакте с дубом и выдержана сколько двенадцать месяцев произведено в контакте с дубом выдержана 12 месяцев розлив 0506 2020 тут просто настолько мелко такая большая бутылка неужели нельзя было написать нормально спирт 11 с половиной интересный момент это разница с тем что написано на сайте на сайте написано что выдержка производилась на дрожжевом осадки в чем не написано и написано что 11 месяцев алкоголь по моему тоже другой указан да что там с алкоголем на сайте 11-12 а тут они усреднили написали один с половиной тоже нормально да еще интересный момент на сайте написано что целевая аудитория данного вина это мужчины серьезные мужчины 35 плюс а в английской версии тут же написано что это мужчина и женщина 35 плюс тоже серьезные серьезные то есть англоязычным женщинам можно русскоязычным не очень вообще если серьезно то сухой рислинг нынче это редкость стоила эта бутылка 500 рублей фирменным кубань вино открываем цвет довольно насыщенный соломенный с легкой зеленцой и вот он такой блестящий вот не знаю как она сияет вот это рислинг да прочитав надпись рислинг на бутылке ну я ожидаю услышать вот такой аромат есть маслянистость что-то подсолнечного масла что-то машинное масло да вот аромат масло такой что она вроде бы и пищевое но с признаками машинного нечто среднее к тебе паешь появляется появляется трава свежая и появляются какие-то что-то вроде зеленых персиков таких вот совсем зеленых твердых зеленых таких есть дерево это похоже на этот склад мебели в кей вот аромат там есть такой нигде дсп на где вот именно деревянные штуки вот что-то есть от новой мебели новым бэкромом пахнет он как раз по моему береза или осина что-то такое столешницы икеевские пропитанные маслом да вот эта тема при этом какие-то фрукты и фрукты но фрукты вот зеленые персики зеленый абрикос какие-то такие мысли свежая трава и мебельный отдел в икее давай пробовать кислотность интересная она вроде бы и яркая но в то же время не сильная вот тоже маслянистый кисло маслянистый да есть семечки во вкусе фруктовая кислинка тоже каких-то зеленых фруктов крыжовник зеленый смородина недоспелая белая или красная и все те же абрикосы которые грызешь зеленые у них еще косточки белые яркая довольно пронзительная кислотность но при этом она не сильно кисло есть что-то в привкусе какая-то вот такая вот содистость от газировки минеральность видимо та самая минеральность до белая красная смородина и даже спелая может быть смородиновый лист тоже есть интересная штука у нас как раз традиционная закуска ну да белая к рыбе это калининградская таранка мне сказали что она посуше а азовская таранка помягче я ее боюсь чуть-чуть даже она обвисает она не не стоит давай эту есть думаешь это опасно есть такую не стоящую таранку еще это такое нельзя стучать об стену даже звука не царит вот тут тогда знаешь как будто бы как будто рукой по столу да а это ну-ка это будто бы речкой а это вот другое возьмем о это еще жижа слушай ляп ляп мне не нравится забыл сказать это самый дорогой представитель новой линейки есть еще не выдержанный вариант такой же бутылки это типа эльзасская на немецкая бутылка и есть еще игристая надпись хорошая единственная почему там зелененькая даже не буква ну классно травка да это травка красиво дизайн вообще классный то есть вот никаких претензий вино кстати тоже очень даже появилась какая-то древесная смола может быть даже какие-то вот стручки акации да только вот теперь уже не лжи акации а вот настоящие акации хотя может она тоже не настоящая я не знаю на настоящие мы смотрели вот такие большие стручки и у нее еще шипы вот такенные и вот эти стручки к когда они спелые там внутри такая желтая вот хрень ну обычно когда они спеют люди по ним ходят эта хрень да пахнет она вот витает да вот этот аромат и какой-то вот древесной смолы остаются все те же семечки и даже это больше похоже не на масло а вот на макуху на жмых от масла ягоды поспели пока вино дышало они поспели и они были зелеными теперь они пожалуй спелые то есть какие-то зеленые белые ягоды типа крыжовника белой смородины но спелые и даже персики поспели они то есть они поспели они стали более спелыми они были такие вот совсем зеленые стали такие уже белеющие с какими-то вот бачками в розовинку что-то такое их все еще надо грызть но это уже другое дело мне понравилось да мне тоже по моему она стоит своих 500 рублей вот это вино которое стоит по белому ценнику 500 рублей согласен да я согласен